Андрей, скажите, вот такой вопрос. Мы начали говорить о ректификации. Насколько важна ректификация? Вот давайте конкретно, вот это ваше поле. Я объясню на примере. Вот когда мы рождаемся, ну, любой натив рождается, на восходе восходят, знаки зодиака восходят. Ну, небосвод движется, и любой знак состоит из 30 градусов. Один градус восходит где-то около 4 минут. Ну, иногда чуть меньше, то есть, в зависимости от скорости восхождения знаков различные. А в прогностике, например, в такой технике, ну, такой фундаментальной технике прогноза, как солнечная дуга, либо символические дирекции, там этот один градус равен одному году жизни. Ну, например, там до Венеры 21 градус, значит, через 21 год человек женится. Ну, так, скажем, такая кухня астрологическая. А если мы ошиблись, например, на 20 минут, я же не говорю там на сутки, это совсем, но такое, это уже получается, где-то на 5 лет ошибка идет, на 5-6 лет в прогностике, представляете? А 10 минут, это уже 2,5-3 года уже ошибка. Это как важно, чтобы хотя бы с точностью до 1 минуты, вот, ну, уже как-то определить время рождения, тогда, поэтому прогноз более точный становится. Ну, вы знаете два момента, ну, действительно, во-первых, скажем так, отличия есть, все-таки западная считается астрология от восточной астрологии, где положение Луны имеет самое серьезное значение, то есть, три фактора влияют, положение Солнца, положение Луны и восходящий знак на востоке, который восходит. То есть, абсолютно логично предположить, что если действительно 24 часа, то есть, в среднем каждый знак получается 2 часа, то есть, получается через каждое в среднем, еще раз, конечно, это не так, но тем не менее, значит, получается в среднем, грубо. Если каждые 2 часа появляется знак, значит, мы находимся, одна третья часть наших качеств, которые мы получаем при рождении, она абсолютно другая, и вот, когда мы читаем какие-то прогнозы, какие-то гороскопы, которые везде одинаковые, то есть, все девы, все козероги, все вот это, которые родились в этот день, с моей точки зрения, это полнейшая профанация, потому что, ну, 50% там наверняка есть, может быть, даже больше, 70% этого, ну, 30% абсолютно неверно, может быть, может быть. Поэтому, конечно, логичнее обратиться к астрологу и сделать точную ректификацию. А, более того, интересно, что, как вы к этому относитесь, скажите, более того, в ведической, скажем, астрологии всегда считалось, это сегодня невозможно определить практически, но всегда считалось с момента зачатия, а не от момента рождения. Ну, Майкл, вы сразу несколько вопросов подняли, но давайте по поводу этих знаков зодиака, гороскопчиков, так называемых, в желтой прессе, ну, да, я полностью разделяю эту точку зрения, что так называемые гороскопы, в калычках, которые в желтой прессе пишут, да либо даже не в желтой, а просто даже в серьезных каких-то там изданиях пишут, ну, это профанация астрологии, это часто, кстати, журналисты сами выдумывают, даже астрологов, а вы посмотрите, кто подписывается под этим, там даже подписи нету, кто, скажем, этот расчет сделал. То есть это уже, это обман читателей, то есть вещи называть своими именами надо, потому что, чтобы вот это писать, надо иметь астрологическое образование. Если журналисту нет астрологического образования, а он пишет в гороскоп, это все равно, что еще бы он там диагноз в больницу пришел и диагноз пациентом бы ставил, не имея медицинского образования, правда абсурд? А тут вот, ну, это специально, как я понимаю, моя точка зрения, это такая, это дискредитация науки темными силами для того, чтобы человечество, ну, скажем так, посмеялось и не изучало эту науку. Знаете, ведь как спрятать, если надо что-то спрятать, чтобы его, это что-то не нашли? Это надо, во-первых, поставить на видное место и высмеять. Что, собственно, и делается в желтой прессе? То есть мы видим, там, простой разговор и высмеиваются. Но я хочу сказать, что человечество все больше и больше разуме становится, между прочим. То есть больше процентов изучают, видят закономерность. Но вы поймите, вот те силы, которые подобрали дату инаугурации, то есть смену даты, там, астрологически. Например, я изучал дату коронации и дату этого, как она называется, свадьбы королевы Англии. Там тоже астрологически такое просто, ну, просто, знаете, вот используют они это. Но они не хотят, чтобы народ это знал. Понимаете, зачем им конкурентов, которые будут знать невидимый рычаг управления своей жизнью? Им же лучше, чтобы человечество жило в невежестве, правильно? А поэтому, как человечество, как управлять рыбами? Они должны быть безграмотными, там, вечно пьяные, да, и там, и необразованные, скажем так. Ну, как там в свое время один из основателей, там, объединенной Европы в середине 20 века, так и говорил, никакой гигиены, только спирт и табак на оккупированных территориях Советского Союза. Скажем так, и лозунги были. Поэтому это же все понятно. Ну, мне, например, было предложение в одном известном радио выступать, причем за деньги. Я отказался, я так и сказал, что это дискредитация астрологии как науки, и мне ваших денег этих не надо. Это просто звучит как-то, ну, так и пафосно, но тем не менее это так, потому что это дискредитация. А, Миночку, они перед вами что, стояли условия о том, чтобы вы вот под одного ребенка? Чтобы я им подбирал эти, делал именно вот как для каждого знака гороскопы, ну, какие-то более-менее правдоподобные. Потому что эти журналисты, они что же там уже, кто это сочиняет, ну, как вам сказать? Ну, во-первых, они безликие, им же надо, чтобы кто-то подписывался там, понимаете? А вот такие, вы посмотрите, что астрологи, профессионалы не идут, не занимаются этим. То есть это, ну, многие. Может, кто-то искушается там ради денег и идет, но те, кто понимают, что это больше вреда нанесет и науке, и им, как бренду. Потому что у профессионального астролога его имя – это бренд, и который, скажем, таким экономическим языком сказать, его капитализация увеличивается от года в год, понимаете? И подрывать, скажем, рост своих активов какими-то такими ошибками молодости, где про эти желтые прессы гороскопчики писать, ну, это экономически нецелесообразно. Это такая карминология бизнеса, это объясню, чтобы понятно было. А с духовного плана, говорит, это просто, ну, скажем, как диверсия, можно сказать, против науки. Поэтому это еще, скажем так, грех такой защитный бренд на душу. Это один вопрос. А второй вопрос был про что? Ну, второй вопрос был о том, что три фактора влияют в момент рождения – это положение Луны, Солнца и… А, про гороскоп. Да, есть такая точка зрения, причем я вам хочу сказать, что в свое время еще Павел Павлович Глобан, он рассказывал вообще про три гороскопа. То есть, видите, вот здесь, опять же, вот та традиция астрологическая, которая вот здесь посередине, между западной и восточной, но я имею в виду про Россию, вот этот регион, не современной России, как бы Россия, вот Украина, Беларусь, вот этот регион, ну, который здесь сейчас сохранился. И он рассказывал, во-первых, три гороскопа есть. Во-первых, в основном западная, скажем, астрологическая традиция, она использует гороскоп физического тела. То есть, когда родился натив, и тело закричало, да, там, первый крик. Все, значит, по нему можно определить, когда оно перестанет там кричать и дышать. Но это не есть судьба того существа, которое живет в этом теле. Вот как раз судьбу этого существа, которое живет в этом теле, восточная традиция астрологическая, она, ну, как бы, больше ориентирована на этот мир. Почему Луну ставят на асцендент в индийской астрологии? Потому что Луна – это душа, ну, как бы символизирует душу. То есть, это тематический гороскоп души человека. Когда мы ставим планету на асцендент, причем мы можем любую планету поставить на асцендент и рассматривать тематический гороскоп. Вот в индийской астрологии только Луну рассматривают, считая, что это как Чандра, ну, самая, там, главная такая планета. Ну, такова традиция астрологическая. А есть еще, то есть, зачатие, правильно? Скажем так, давайте по порядку. Когда человек рождается, момент, когда физическое тело – это гороскоп физического тела, гороскоп зачатия – это гороскоп души, а еще где-то вот за три месяца до зачатия, когда вот эта душа ребенка приходит из тонкого плана, ну, скажем, уже более уплотненные слои опускается и уже винтает вокруг родителей, она может во сне прийти к ним, она как-то сводит, чтобы они встретили друг друга там, либо у них была половая близость, и чтобы она, эта душа обрела физическое тело. Вот это называется еще гороскоп духа. Да, я хочу сделать, я прошу прощения, дорогие друзья, обращаясь к нашим радиослушателям, хочу напомнить о том, что мы беседуем с астрологом, руководителем школы астрологии Андреем Бухариным, причем который не относится к школе восточной астрологии, и в очередной раз я поздравляю вас, Андрей, и всех нас, свидетелей, так сказать, нашей беседы, и очень рад тому, что вы озвучиваете то, что не отметаете, будем так говорить, совсем с другой стороны подход к этому вопросу, поскольку действительно это не так многие люди с этим согласятся и даже знают, это то, что за три месяца до зачатия, в принципе, ну есть, будем так говорить, такое понятие, какое-то поле, где находятся эти души, которые еще не пришли в этот мир. И вот родители уже предполагают о том, что они собираются завести детей, и вот этот ребенок, который нематериальный, понятно, который за три месяца до этого приходит и находится возле родителей. Это то, что сейчас говорит Андрей Бухарин. Еще раз, я очень рад тому, что вот точка зрения современного западного, будем так говорить, астролога, никак не расходится с точки зрения восточной астрологии, того мира, который находится далеко от нас. Давайте продолжим, да. Ну, я бы хотел немножко уточнить, я себя не считаю классическим западным астрологом, хотя работаю, безусловно, не по этим техникам джиотиша, где вот этот конверт рисуют и так далее, а классический такой, как круглый формный гороскоп рисуем, и тропического, то есть от солнцестояния, знаки зодиака идут весеннего, а не вот, там, это Анаямша, Лахи или что там используют, когда... Ну, да, не будем сейчас в детали, да. Треться в виду седрически, когда от неподвижной какой-то вот звезды погаши, там, или что там спорят. Кстати, насколько мне известно, в индийской традиции там штук восемь точек отчета, точек зрения, от которых надо отсчитывать. И каждый, как бы, аргументирует, что он прав, а проверить вот проблема. Чем мне, допустим, нравится, ну, не то, что нравится, устраивает, ну, на сегодня вот логика западной астрологии, что конкретно есть дата солнечного, весеннего солнцестояния, все могут проверить, всем видно. Да, это... Никакой вот тайны из этого нет, такой неясности. Но, с другой стороны, это больше объясняет, скажем, такую материальную часть жизни, не столько внутреннюю, хотя внутреннюю тоже, но видно в динамике, как бы событийной. Ну, таков, значит, сейчас период жизни, когда нам открыты именно вот эти, в том объеме сведения астрологические, какие открыты, чтобы мы познавали себя и бытие, вообще мироздание, через эти инструменты, скажем, познания окружающего мира. А так, вот помимо... То есть, если вот вернуться опять к этим гороскопам души, духа и тела, то, безусловно, что основная программа, по которой народ обращается, скажем, к острогу, это, безусловно, гороскоп тела, то есть, по которому смотрим, когда свадьба, там, ожидается, либо, ну, какие-то события, либо просто даже не обязательно, как... Вообще надо это воспринимать не как гадание, а как именно прогноз. То есть, это две большие разницы. То есть, гадание тоже как приговор, что вот, как пророчество, там, все это свершится, и никаких вариантов отступления. А прогноз – это, выбирается, например, то есть, вариант развития. Ну, например, когда обращаются к астрологу по теме безбрачия, например, да, оказывается, на Земле у каждого человека есть место, где он будет счастлив с любимым или с любимой. Вот представьте себе. У каждого без исключения. Ну, просто кому-то может это попасть в европейскую часть России, кому-то в Атлантический океан, да, это на остров какой-то, либо на пароходе можно, почему именно там в это время проплыть, и все получится. То есть, я пример говорю, что у каждого, то есть, мы не брошены здесь, что вот так бросили нас на произвол судьбы. Также по теме деторождения, что человек может жить на линии, ну, скажем, на месте, где, ну, просто вот бездетность у него, а если он отъедет, там, несколько, хотя бы тысячу километров, там, минимум, куда-нибудь, где соответствующие астрологические показатели на зачатие, он действительно неожиданно там может забеременеть, точнее, она, либо отцом стать. То есть, это, ну, полно таких примеров, когда люди думали, что они бездетные, не предохранялись, жили жизнью такой, там, где обычно постоянно жили, и действительно у них не было беременности, но уезжали куда-то на курорт, там проходил какой-то роман, и оттуда приезжали беременными неожиданно. Почему? Потому что приезжали на линию в зачатие свои, ну, есть такие астрологические линии, планетные. То есть, вот, поэтому это, да, это не шутки, это не юмор, это правда жизни. Также у каждого из нас есть места на Земле, где опасно нам жить, либо, наоборот, безопасно жить. Вот, и мало того, эти места, то есть, эти еще места, они меняются, то есть, в этом году, может, это одно место быть, ну, скажем, там, западная часть страны, безопасная, а уже через несколько лет центральная, потом еще через несколько лет восточная и так далее. На это отвечает раздел астрологии, астрокартографии, по которому, кстати, я читаю лекции. У меня семинар сейчас будет в Москве вот через неделю. Никуда не еду здесь, заодно, скажем так, напомню желающих, если захотят. Вот, ну, потому что это объемность, это объем, колоссальный объем информации, это раз, а во-вторых, это наука, посмотрите, открывается, она только могла открыто быть в компьютерную эру, потому что астрокартографии нету как таковой восточной астрологической традиции, в западной ее не было до поры до времени, пока не появились компьютеры. То есть, вот польза, кстати, от компьютеров, в каком роли, потому что рассчитать вот эти планетные линии вручную, есть три методики, только я вот про одну говорю, точнее, техники, там local space, как бы вот, астрогеография и, ну, скажем, геодезика, если так кратко, вот, то только по астрогеографии там надо, как один из, такой был, точнее, есть астролог Дэвид Медоуз, английский, он решил попробовать, три дня рисовал, вот это его, как бы он озвучил, трое суток, представьте себе, а если неправильно ошибся, там, время не то было, например, заново тренируется, то есть, это колоссальный объем работы, который компьютер делает, ну, практически мгновенно, расчетывает. Вот это, то, что раньше, просто невозможно было делать, когда вот в середине, там, 20 века и раньше, поэтому проблема, сейчас, точнее, те проблемы, с которыми сталкивались астрологи, даже в начале 90-х годов, современные астрологи, вообще даже не знают, что это такое, понимаете, натальную карту нарисовать, вот именно по западной астрологической традиции, ну, минимум часа 2-3 надо, я рисовал первой карты 6 часов, выставляете 6 часов, мало того, устаешь, у тебя внимание падает, а потом ошибки допускаются, то есть находишь, ой, мне туда солнце нарисовал, там, или что-то, это же, потом исправлять это все надо. Дело в том, что тут есть все-таки элементы, есть элементы ошибок, ну, будем считать так, если в те времена, в давние ведические времена, люди, ну, знали, знали с большой буквы, то есть они действительно знали, скажем, опять же, отвлекаясь немножечко, могу привести пример масонов, гильдия каменщиков-строителей, которые строили, и сегодня никакие компьютеры не подойдут, так, как они строили с помощью карандаша циркуля и линейки, мы сейчас не о них будем, но мы говорим вот о чем, я говорю вот о чем, о том, что как только появились программы, это безусловно, огромное удобство, быстрота, скорость, но ведь программа создана человеком, а человек всегда имеет право на ошибки, и всегда есть элементы. Мы согласны, это же понятно, что ничего нет, я согласен. Это первое, более того, не так много людей, не так много астрологов, которые занимаются еще ректификацией, поскольку очень часто, мы не говорим сейчас, скажем, о времени зачатия, естественно, там никто этого и не знает, и не помнит, более того, родители не помнят даже, когда родился их там ребенок, зачастую, ну или просто никто этим вопросом не задавался, родителей уже нету и так далее, значит, приходят и делают ректификацию, это все зависит от астролога, опять же, это все зависит от его квалификации, огромное количество факторов, более того, если человек родился, скажем, в одну минуту, там после какого-то часа, где уже был переход этого, скажем, знака, или за одну минуту до, вот тогда знак уже совсем поменялся, и одна даже минута может иметь значение, бывают такие случаи, поэтому здесь нюансы все-таки, тем не менее, присутствуют. У меня есть полно примеров, когда люди записаны в паспорте одни сутки, ну, допустим, какое сегодня у нас число, 30 января, да, то есть, и сообщают, что по оберке он родился в 5 минут, ну, 0 часов в 5 минут, а фактически он родился в предыдущие сутки, там, ну, допустим, в 23, там, 55, за 5 минут до полуночи, да, такое даже есть конкретное, я лично сталкивался в своей практике. Кто там считает? Пока он доел бутерброд, или она? Ну, обычно в Советском Союзе, скажу так, минут 15 уходило в среднем от фактического включения гороскопа младенца, когда он начал кричать, до момента фиксации этого, я сам принимал роды, поэтому я могу, скажем, сказать, как у нас это было, то есть, когда уже младенец принят, вроде бы, там, кровотечения нет никаких, пациент отходит, ну, мамаша здоровая, там, роженица, ну, все, теперь давайте, когда было? Ну, минут 10 назад, или сколько? Ну, давай запишем это. Ну, так, бывает и тяжелые роды, бывает реанимацию делаешь, и ты вообще за временем никто не смотрит, потом просто по памяти пишут, да и все, да к тому же это не было, не принципиально было, а вот, кстати, на Западе, вот если мы смотрели, ну, вот когда президент в Соединенных Штатах, вот вы избираете, там же свидетельство о рождении должны предоставить, что он родился в Соединенных Штатах Америки, да, вот сертификат, так назовем, так там с точностью до минут, там типа 42 минуты, вот такие, это очень, для астрологии, это очень, и очень большой плюс, то есть, вот в дальнейшем, когда, ну, такая точная фиксация времени рождения, то есть, там уже ретифицируешь, уже чуть-чуть, это есть, тут без сомнения очень и очень серьезно к этому относятся, очень строго, очень, все, да, это точно здесь намного, не та, которая была, скажем так, в бывшем Советском Союзе. А и сейчас даже есть, в домах, да и сейчас, конечно, потому что, тут есть такой момент, интересный, это не имеет отношения к астрологии, дело в том, что в Соединенных Штатах все чего-то боятся, потому что, если не дай Бог, выяснится, о том, что время засудит роддом этот, засудит этих врачей напрочь. А, вот почему. Вот почему, да, и таких случаев огромное количество, я серьезно говорю, вполне себе. Я думал, что это осознание. Нет, это тоже есть, но здесь всегда присутствует элемент того, что... Ну, понятно, потому что штраф может быть какой-то, и они думают, подача от греха, лучше точно все сделать. Так сейчас же и фиксируется, видно, с помощью видеокамер, наверное, время, чтобы им легче было. Как ты... Ну, действительно, если проводится, допустим, реанимация, вот там ребенок не кричит, ты же не будешь там смотреть, фиксировать, когда он родился. Надо, каждая секунда, ну, важна, надо откачать его, там, этим, слизь, там, из носа, из рта, мы там откачивали, помню, там, по пяткам стучали, там, и так далее, там, он за ноги поднимаешь, куклу, он молчит, не кричит, а ты дальше думаешь, там, ему кричишь, давай, говори, кричи, там, ну, что же стресс? А вы не задумывались, не имеет отношения, правда, к астрологии, почему ребенок зарождается, он кричит, плачет, почему он не смеется, к примеру? А я, например, не кричал, я чихнул, когда я родился, и так, и все. Вы у нас, Андрей, вы у нас исключение, уже заранее было запрещено. Есть люди, кто смеятся, мало, кричат в основном, потому что стресс, потому что, нагрузка идет на легкие, как бы, в них входит воздух. Хотите, я вам расскажу, как объясняют это веды, допустим, да, веды, то есть, дело в том, что ребенок, который еще не родился, находится в матери, он помнит абсолютно все, он помнит свою духовную, скажем, сущность, свое предназначение, и он находится в своей родной среде. Как только он рождается, будем так говорить, и попадает уже в материальный мир, все меняется, и вот этот стресс для организма, он перестает ощущать свою связь с духовностью, не с матерью, с матерью, само собой, но вот так это объясняется, поскольку все-таки, как ни крути, наши радиослушатели, наши телезрители, достаточно образованные люди, и я этому очень рад, они понимают, о чем идет речь, и триединство наше, сущность наша, там, скажем, body, mind, spirit, по-английски, или тело, дух, душа, тело, ум, душа, оно все-таки, вот эти три части, все-таки, главное, все-таки, духовная оставляющая, как ни крути, и поэтому это стресс для ребенка, который вот появляется, рождается, так, ну, грубо говоря, так трактуется в таких текстах древних. Ну, да. Да. Хорошо. Андрей, у нас остается буквально несколько минут до окончания нашей программы, давайте мы, как всегда, ну, что-то пожелаем, на такой... Ну, давайте пожелаем здоровья, мирного неба, и жить в гармонии с космическими этими влияниями. А они такие, что ближайший месяц, февраль, напомню, первая декада, она положительная, позитивная, для начала новых дел, очень успешная. Поэтому, в отличие от последней декады, которая, наоборот, ну, скажем, неудачная для начала новых дел, и будет жизнь человечества прекрасна, если они будут жить тогда, когда надо бодрствовать, они будут бодрствовать, а когда надо отдыхать, будут отдыхать. Всему свое время. Да, но, тем не менее, вот, давайте, может быть, это все здорово, замечательно, и мы, естественно, присоединяемся, я имею в виду, центр Сангейтс, я лично, меня зовут Майкл Мелехов, я руководитель центра, ну, и наши координаты, это sungatesradio.com, sungatesradio.com, наш скайп, sungates108, сегодня, дорогие друзья, мы попытались сделать, даже, я попытался сделать анонс о том, что мы пойдем вживую, будем беседовать, на то, что называется, hangout, по-английски, ну, короче говоря, в ютюбе, но в следующий раз мы не были готовы, Андрей вот только приехал, там в Сибири, там снегу, говорит, до второго этажа, а тут... Да, там все здорово, будь здорово, да, но там красивое зодчество деревянное, я вам скажу, вот эта архитектура в Томске, там интересная, столько домов красивых, экскурсия там была, по Томску, здорово, старинный купеческий город, между прочим. Несмотря на сугробы, мы поговорим об этом, об этих катаклизмах, потому что непонятно, что происходит, у нас неделю тому назад было плюс 18, или полторы недели тому назад было, сейчас в норме, сейчас минус там 4-5 примерно, но плюс 18 среди зимы, в январе месяце... Да, это аномалии. Мы об этом поговорим. Буквально пару минут, кого-то интересует, задают вопросы по поводу, куда чего идет, имеется в виду валюта, которая рано или поздно отомрет, та, в котором она существует, то есть российский рубль, ну, по прогнозам, я об этом неоднократно говорил, российский рубль укрепляется, и доллар укрепляется, кстати. Вот, а скажите то, что вы видите, евро, доллар, ну, кого интересует рубль? Сейчас, у нас есть время еще. Ну, пару минут у нас есть. Давайте посмотрим по гороскопу, ну, здесь правильно сказать так, что рассматривается гороскоп Центробанка, как бы опосредственная судьба Центробанка, опосредственно, скажем, мы можем понять, что будет с его детищем, которое он эмиссию производит. То есть, деньги – это дети Центробанка, если так сказать, да, поэтому мы… Ну, давайте рассмотрим по доллару, что вот на будущий месяц грядет. Кстати, на затмении доллар обычно не падает, а укрепляется всегда. Вот, поэтому… Ну, посмотрим. Кстати, ну, тут вот негативные показатели идут для доллара. Так, это раз. Ну-ка, для евро что? Причем в начале месяца. Я кроме… Ну, я такие глобальные, смотрю, показатели без этих, без тонкостей. Сейчас посмотрим. Так. Евро. Евро у нас тоже. Кстати, и для евро, и для доллара первая неделя такая со знаком минус отмечена. Ну, что могу сказать? Из того, исходя из… того, что сейчас я, так скажем, сходу глянул, в целом обе валюты показаны как бы отрицательно для них… Они же обе, значит, возможно, сохранят соотношение к себе, то есть, ну, как бы, друг к другу паритет, то есть, не будет, ну, скажем, радикального усиления доллара к евро, либо евро к доллару. Хотя на затмении, еще раз хочу сказать, доллар всегда укрепляется к другим валютам. Ну, у нас до затмения все-таки еще 10 дней, 11 дней, 12 дней. Ну, месяц, а месяц затмения уже пошел. Вот он с новолуния начался, вот в этом новолунии, которое началось 28 января до следующего, до солнечного затмения, 26-го, месяц затмения, то есть, это уже этот фатальный месяц уже идет, вот в настоящее время. Ну, давайте я скажу одну вещь, дело в том, что в среду, в эту среду, сегодня понедельник, то есть, через два дня будет очень серьезное заседание Федеральной резервной системы, правильно, так это по-русски называется, Банка Соединенных Штатов, по-английски это Federal Open Meeting Committee, называется, то есть, решение о повышении или сохранении тарифной ставки, правильно, Interest Rate это называется. Ну, в общем-то, предвидится, так по прогнозам, три раза будет повышаться. Имеется в виду, когда идет повышение, скажем, вот то, что называется Interest Rate или тарифной ставки, это означает, что экономика Соединенных Штатов как бы улучшается, доллар укрепляется. Вот, короче говоря, в эту среду, не знаю, вот что вы можете видеть, это будет какая-то серьезная турбулентность, будем так говорить, то есть, куда-то чего-то будет скакать, двигаться и так далее. Вот, лично по моим техническим, вот, технический анализ, прогнозам, доллар будет идти вверх, независимо ни от чего. Если доллар пойдет вверх, то евро, соответственным образом, пойдет вниз. Может быть, это не прямая стопроцентная зависимость, но почти, потому что индекс доллара состоит из шести, в общем-то, валютных парок. Я хочу сказать, что это мы смотрим пару евро-долларов, а так как и у евро, и у доллара, ну, почти одинаковые, скажем, дальние планеты, показатели, отрицательные показатели, кроме, кстати, четвертого-пятого, вот здесь я смотрю, числа, а четвертый-пятый, а, ну, это конец недели. Вот у доллара рост идет, да, у доллара где-то с третьего числа идет рост, можно даже пораньше немножко. Вот, то есть, когда последняя неделя, здесь укрепление есть, в долларах, четвертого-пятого, десятого-одиннадцатого, ну, и тринадцатого-четырнадцатого. я извиняюсь, это ЕЦБ я смотрел, вот так, а у доллара что? Секундочку, это я ЕЦБ смотрел, а у ЕЦБ, то есть, а у доллара? Доллара концовка месяца негативная. У них февраль, я почти, да, да, двадцать третьего и двадцать восьмого. Я хочу сказать, помимо, вот, любопытно, что доллар с евро одинаковые показатели имеют, ну, приблизительно одинаковые в феврале. О чем это говорит? О том, что, в принципе, сильных колебаний, ну, скажем, между ними, ну, как бы, не ожидаясь, ну, понятно, какое-то усиление будет, но не будет оно в два раза, там, правильно? То есть, как бы, ну, как-то, например, фунт упал, там, на 30, и сколько процентов, не 30, там, на 20, или так, за день. То есть, это таких укреплений, как бы, я не прогнозирую. А если валюты проседают, то это можно сказать, что обе, как бы, обычно, то, что сырье может, что сырье происходит. Вот давайте, доллар, он, в принципе, дешевеет, когда? Когда нефть дорожает, да? Ну, получается, да? Как бы, валюта обесцельна. То есть, вот здесь надо подумать, что бы с сырьем в это время. Понимаете, о чем я говорю? Ну, я не понимаю. Например, там, и так далее. Вот по нефти, конец месяца, там падение цены на нефть, как бы, там показаны. А сейчас? Начало, начало месяца, февраля для нефти? Ну, сейчас рост, наверное, будет небольшой, какой-нибудь, посмотрим. То есть, по крайней мере, сейчас таких явных показателей на падение нет, либо стабильно, как бы, как оно идет. А вот в конце месяца, и на март уже месяц, там идут, ну, скажем, планеты-сигнификаторы нефти, они имеют поражение. Вот так. Можно предположить, что цена на нефть, возможно, будет снижаться, как раз в конце, ну, с тем затмением, солнечным. Понятно. Хорошо. Андрей, огромное спасибо. Как всегда, было это очень интересно. Я желаю вам до конца месяца, так скажем, когда у вас будет, кстати, лекция? На этих выходных в Москве по теме астрокартографии и деторождение 4-5 февраля. Вот. Мы как раз в тему были. Деторождение. Вы там, естественно... Ну, вы знаете, вот так вывело, да. Вы будете рассказывать. Про гороскопы этих зачатия начали. Я даже не начинал. То есть, видите, небесам это надо, значит. Значит, кому-то, да, да. Если звезды зажигаются, кому-то, да, это надо. Хорошо. Тогда мы заканчиваем. Ну, приглашаю желающих, кто желает, пусть найдут меня на фейсбуке или на сайте моем. Там есть. И так далее. Большая рекомендация. Дорогие друзья, спасибо вам, что вы будете смотреть, слушать передачу. Будем всегда рады вашим замечаниям, вашим предложениям. Ну, и до новых встреч. Мы встретимся, как всегда, на следующей неделе в понедельник. Знаменательная дата для меня. 25 лет будет, когда, как я приехал в Соединенные Штаты, четверть века. Довольно серьезно, да. Седьмого. Чтобы 25 лет спустя, да, или что-то там, либо какой-то, вот, фотографиями такими. А, ну, посмотрим, посмотрим, да. Молодой, красивый, да? Да. Сейчас я уже себя, видите, не показываю, меня уже вообще нету, поэтому. Вот, есть у нас Андрей Бухарин в красной, марсианской одежде, хотя сегодня лунная, день, понедельник. Ну, и сейчас аспект Плутона идет, лунная дева. А, все нормально, да. Все нормально, да. Все нормально. Хорошо. Всего, всего удачи. Хорошо, удачи вам всем. Счастья, здоровья, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова